Мир вам, братья и сестры! Слава Господу за этот воскресный день, в котором мы можем совершать служение заповеди Господней, вспоминать и возвещать Его смерть. Слово Божие говорит, Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды, ранами Его вы исцелились. Мы сегодня хотим воздать Господу славу за это исцеление от греха, который Он совершил для нас на Голгофском кресте. И да поможет нам Господь вот в этом служении увидеть, осознать эту цену смерти Господа. Всякий раз, когда мы совершаем заповедь хлебопреломления, да поможет нам Господь пребывать в особом состоянии благоговения, рассуждать о смерти Господа нашего. Давайте попросим благословения, помолимся, чтобы Господь пребывал с нами и в этом служении. Господь наш, мы склоняемся перед Тобой в это утро воскресного дня. Мы благодарны Тебе за то, что Ты грехи наши Сам вознес телом Своим на древо. Мы благодарны Тебе за то, что Твое Слово дает нам эту истину, и мы сегодня можем слышать весть о смерти Твоей, о страдании Твоем. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты дал нам это исцеление от этой духовной болезни, от проказа греха. Ты принял страдания и понес, Господи, наши грехи для того, чтобы мы верою могли получить оправдание в Тебе. Мы благодарны Тебе за заповедь, которую Ты оставил, для того, чтобы, участвуя в ней, мы могли вспоминать смерть Твою, возвещать ее и получать духовную силу для того, чтобы еще раз утвердиться в том, что Ты любишь нас, Ты прощаешь нас, Ты готов пойти с нами дальше и повести нас в вечность. Господи, благослови нас вот в этом служении. Наполни наши сердца благодатью Твоею. Дай, чтобы сердца наши умилялись, когда мы слышим весть о страдании и смерти Твоей. Благослови, Господи, всех, кто будет участвовать в этом собрании. Благослови народ Твой, всех нас, собранных вместе. Не дай нам остаться безучастными, но дай, Господи, склонившись перед Тобою, от сердца прославить Тебя за то великое дело спасения, которое Ты совершил. Благослови, Господи, народ Твой по всему лицу земли. Сегодня в воскресном дне во многих местах дети Твои собираются, чтобы участвовать в этой заповеди. И Ты, Господи, пошли благословения на всяком месте. И дай, Господи, нам в единстве Духа, Церкви Твоей, в это последнее время, ожидая пришествия Твое, возвещать Твою смерть. Мы на Тебя уповаем и в этот час, в этом служении воздаем Тебе честь и славу, Господу нашему. Аминь. Давайте споем все вместе. Я слышу голос Твой, зовет меня. Я слышу голос Твой, зовет меня Тебе, Аминь. 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 Согрей. Аминь. Аминь. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Дорогие друзья, братья и сестры, все собравшиеся в этом зале В обществе и, если сказать, в отдельности у каждого человека есть всегда выбор И мы делаем какие-то, принимаем решения каждый день Или, может быть, мы принимаем какие-то важные решения в нашей жизни И не одно решение И здесь было очень важное решение для того общества, которое собралось Надо сказать, что обычно на площади собираются определенные средства общества Определенно активные Определенно подвержены, может быть, какому-то даже влиянию Наверное, с того времени человеческое общество мало чем изменилось И сегодня люди готовы идти на какие-то мероприятия Готовы идти на какие-то собрания Вот такого содержания, где нужно выразить свою волю Или свое желание, или свое намерение И во все времена были люди, которые манипулировали обществом человеческим И здесь мы видим, что Пилат, правитель того времени в Израиле Хотел апеллировать к этому общественному мнению К этому собранию, которое собралось перед ним Чтобы отпустить Господа Иисуса Христа Потому что он неоднократно говорит в предыдущих Евангелиях Что я не нахожу в нем никакой вины Более того, к нему приходили определенные сообщения и письма Что отпусти этого праведника, ничего не делай ему плохого И Пилат искал случая, чтобы отпустить Иисуса Христа И мы в прочитанном тексте не находим, чтобы он предлагал Чтобы вараву отпущу вам Он раз за разом повторял Хочу отпустить вам человека, которого вы называете царь иудейский И повторяет это несколько раз И народ, как бы противоречив всему этому, отвечает Нет, отпусти нам вараву А что же сделаю я этому всему человеку? Распни его И это повторяют несколько раз Варава, человек, который совершил убийство Который сделал возмущение Кто-то говорит, что он был, может быть, даже революционер В своем роде и боролся против римского иго И тем не менее, этот человек был судом Пилата Осужден и приговорен к смерти На другой стороне вот этого выбора или этого обмена Был наш Господь Иисус Христос Который этот же Пилат признал невиновным И признал безгрешным И признал, что он невиновен ни в каком злом деянии И по стечению обстоятельств Возможно, Пилат, ну как говорят многие богословы Думал, что народ, которому этот человек Иисус Христос Сделал много милостей Много исцелял, много врачевал, кормил Заботился об этом народе По сути дела, это был вождь вот этого народа Обездоленного Вот с определенным достатком Или с определенной вот такой социальной среды И Пилат надеялся, что эти люди выберут своего лидера Выберут Господа Иисуса Христа И его отпустят Однако мы видим, что здесь вмешались еще одна, как говорят, третья сила А именно те руководители народа, которые подговаривали Которые имели зависть против Господа Иисуса Христа И народ оказался вот в таком выборе Когда ему надо было выбирать С кем ему остаться Или кого его выбрать Остаться ли в том положении Где народ подчинен своим руководителям Священникам, пересвященникам, старейшинам Или выбрать Господа Иисуса Христа Выбор был непростой И люди даже били себя в грудь Говорили кровью на нас и на детях наших Чем навлекли на себя вот тот гнев Который впоследствии и проявился И надо сказать, дорогие друзья Что вот этот неправедный выбор Был предложен этим людям Где на одной стороне весов был ворава Разбойник, приговоренный к смерти На другой стороне был наш Господь безгрешный Иисус Христос Не совершивший ничего противозаконного И люди сделали выбор И Пилат, как ни желал отпустить его Все-таки пришлось совершить то, что люди просили А именно Иисуса били и предали на распятие Дорогие друзья, в нашей жизни Мы тоже делаем выборы Мы тоже принимаем решения И для нас очень важно, дорогие друзья Как мы это делаем На основании чего На основании своих личных убеждений Или своей личной веры Или своего личного опыта Или на основании тех, кто нам что-то советует Или тех, кто нам, может быть, убедительно в чем-то убеждает нас Да благословит нас Господь, дорогие друзья Чтобы мы сверяли свои желания и намерения со Словом Божиим Надо сказать, дорогие друзья Что Варава Варава, преступник Получил свое освобождение только потому Что был на другой чаше безгрешный наш Господь Иисус Христос Именно благодаря нашего Господа Иисуса Христа Варава, осужденный на смерть Он пошел и был отпущен А наш Господь Иисус Христос Был взят, его били и отдали воинам На истязание и распятие Дорогие друзья, и в нашей жизни Мы тоже заслуживаем того осуждения Которое заслужил этот человек По своим преступлениям и делам Но благодаря нашего Господа Иисуса Христа Мы сегодня освобождаемся И мы сегодня отпущены Мы сегодня свободны Да благословит нас Господь, дорогие друзья Чтобы мы пользовались и дорожили той свободой Которую мы имеем в Господе Иисусе Христе Да благословит нас Господь в этом, дорогие друзья И надо сказать, что Варава получил эту свободу без всяких условий Он не выдвигал какие-то условия Что если вы меня освободите, то я буду лучше Или я теперь изменю свою жизнь Без всяких условий он был освобожден Только потому, что был Господь Иисус Христос На другой стороне выбора Безгрешный, не виновен ни в чем И поэтому Варава был свободен Варава освободился Так и мы, дорогие друзья Мы можем получить свободу только через нашего Господа Иисуса Христа Сегодня особый день И сегодня перед нами стоят знаки Знаки воспоминания нашего Господа Иисуса Христа Знаки того, что Господь совершил ради нас Знаки того, что Он безгрешный был преломлен Его тело было ломимо Его кровь истекала И сегодня эти два символа перед нами Кровь и хлеб Тело Его Да благословит нас Господь, дорогие друзья Чтобы мы были готовы к тому Чтобы вкушать хлеб И пить вино Вспоминая смерть и страдания нашего Господа Иисуса Христа Ранами Его мы исцелили Слава нашему Господу У нас сегодня есть время для того, чтобы помолиться Чтобы Господь благословил нас Чтобы мы могли в молитвах наших оценить Того, кто был предан за нас Того, кто не был отпущен Потому что Он был предназначен для нашего спасения Слава нашему Господу Аминь Давайте помолимся Слава нашему Господу Плачьте обо мне Сказал Он Плачьте о себе Мой сын, мой сын Мой сын родной Кто пригвозил тебя За что ты так страдал, сын мой Твоих слов не слышу я И зимы слая Так же был Пусть и в руки Замевал Так много лет я грешил Пусть и в дней Ело я распинал Бою, мой Бог Прости меня И думаю Субтитры подогнали Симон. 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 Я новый шанс тебе даю, Твоих ошибок я не помню. Начни же с чистого листа, Что было прежде смыто кровью, Живи отныне без греха, Живи и помни, я с тобою. Я жив, я в третий день воскрес, Дыши же впредь моей любовью, А прошлое отдай на крест. Живи, живи и мою святость, Впитай в себя и будь как я, И жизнь твоя пусть будет в радость Для всех вокруг и для тебя. Живи, мы так нужны друг другу, Теперь отныне мы свои. Живи, живи, я простираю руки, Прими пожатие любви. Я был рожден, чтоб ты родился, Я был распят, чтоб ты мог жить. Воскрес я, чтоб ты мог обратиться И смог, как я, других любить. Иди, как много вижу слез я, Иди и путь им покажи, Безбожным, гордым поколеньем О моей жертве расскажи. Аминь. О мой Господь, я весь в грехах, Я прихожу к тебе Таким, как есть. Прости меня За то, что я так слаб, Хочу тебе Благодарение принесть. Благодарю тебя За дивный лек святой, Благодарю тебя За то, что вижу образ твой. Благодарю тебя За жизнь мне данную тобой, За то, что ты Даруешь вечный мне покой. Ты с неба к нам, Иисус пришел, Пришел ты в мир, покрытый мглою, Твоим приходом мир был принесен. Для тех, кто так Устал от слез и горя, Благодарю тебя За дивный лек святой, Благодарю тебя За то, что вижу образ твой. Благодарю тебя За дивный лек святой, Благодарю тебя За жизнь мне данную тобой, За то, что ты Даруешь вечный мне покой. Ты на кресте был пригвожден, Ты там простил грехи людей, Твоею смертью я теперь спасен, Ты дал мне радость вечных дней. Благодарю Тебя за дивный лик святой, Благодарю Тебя за то, что вижу образ Твой. Благодарю за жизнь мне данную Твой, За то, что Ты даруешь вечный мне покой. Ночной тиши склонив главу, Отцу молился Он. Звонила смело над Крестом, Без молнии ночной. Страданья чаша сражела в ней Все грехи людей, Помимо правеси ее молился царь царей. Но воля пустая во всем Исполнится сейчас. Исполнится сейчас. Исполнится сейчас. Исполнится сейчас. Страданья slide. Исполнится сейчас. Исполнится сейчас. Исполнится сейчас. Для Сына Своего врага. Он чашу с кожей фир Не сделал ничего, Взял чашу горькую, Христос под жертвомом собой. А в чаши туй на самом ней, Век твой лежал и мой. А в чашу позора и греха Он всю испил до дна. И вне всевании ночной Бог победил тогда. Мир вам, братья и сестры. Христос воскрес! Слава Ему! Сегодня мы вспоминаем страдания Иисуса Христа. Но мы четко знаем с вами и верим в то, что Иисус Христос воскрес. И сидит одесную Отца Своего и ходатайствует за каждого из нас. И мы сегодня пришли для того, чтобы вспомнить о тех чудных Его делах, о Его жизни и поблагодарить Его за наше спасение. И наше спасение, оно не просто, а мы имеем уверенность в этом. Не потому, что мы что-то узнали, потому что Дух Святой живет в наших сердцах. Он руководит нашей жизнью. И мы сюда пришли не просто по влечению просто своей плоти. Дух Божий побудил наши сердца прийти, вместе вспомнить о всех торжествах, о всей радости и поблагодарить Бога. Я хотел бы вместе с вами сегодня прочитать один текст и потом поразмышлять, что же произошло. Евангелие от Марка. Сегодня брат уже читал эту главу. Начинал. Я прочитаю только несколько стихов. С 33 стиха и ниже, до 39 стиха. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. В девятом часу возопил Иисус громким голосом. «Элои, элоис лама савахвани». Что значит? «Боже мой, боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоящих тут, услыша, говорили. «Вот, Илью зовет». Один подбежал, наполнил губку уксусом и наложил на трость, давая ему пить, говоря, «Постойте, посмотрим, придет ли Илья снять его?» Иисус же возгласил громко и спустил дух. И завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу. Сотник, стоявший напротив его, увидел, что он так возгласил, и спустил дух, сказал, «Истинно, человек сей был Сын Божий». Аминь. Мы видим последние минуты жизни Иисуса Христа на земле в теле. И интересно, что все хотели видеть всегда чудеса. И эти чудеса они видели на протяжении всей жизни Иисуса Христа. Но вот здесь мы видим свидетельство одного человека. И в Евангелии от Марка есть много свидетельств, что будет происходить. И последнее свидетельство, которое мы с вами прочитали в Евангелии от Марка, это свидетельство вот этого сотника. Этого человека, который... Мы не знаем, сколько он погубил этих жизней. На скольких он смотрел, как люди умирали на Голговском кресте. Никто и ничто об этом не знает, кроме одного Бога. Этот человек видел много чего в жизни. Потому что, распиная людей, раз он был сотник, у него были в подчинении минимум сотни человек. И они совершали эти распятия и подавали людей к смерти. Может быть, если не каждый день, то через день. Потому что разбоев, грабежей всего было очень много. И вот интересно, что, видя все, что происходило на протяжении его жизни, этот человек заявляет во все услышания. Это не еврей, это римский воин. И он говорит, слова такие, истинно. Этот человек был Сын Божий. Это величайшее свидетельство. Кто еще свидетельствовал о том, что Иисус Христос был Сын Божий? Очень важных четыре свидетеля написаны в первой главе Евангелия от Марка. И первое свидетельство – это было всегда из прошлого. Что в этом прошлом было? Мы знаем, что пророки предсказывали о том, что должен прийти Мессия. И Мессия придет не для того, чтобы наказать людей, погубить людей, а Мессия придет для того, чтобы восстановить Божье Царство. И прочитавший вот этот текст, вы знаете, когда я размышлял и думал, мы вместе с братьями много на этим текстом размышляли, что же произошло вот здесь на Голговском кресте. И почему этот человек, сотник, сказал так? Здесь произошел триумф царя, царя. И этот текст я так и назвал. Триумф царя на Голговском кресте. И свидетелей. Сколько этих свидетелей было? Сегодня мы, когда знаем, выходят победители, может быть, мы все родились, наверное, я думаю, что здесь сидят все, кто родились, ну, они все, дети нет, в Советском Союзе. И большинство из нас видели парады, документальные фильмы. И когда была победа, и сейчас празднуют победу над фашистской Германией, что происходит? Победители всегда выезжали на чем? На белой лошади, брали флаги другого государства и бросали их. А потом их сжигали. Интересно, что наш Господь Иисус Христос не сел на лошадь. Он сел всего однажды на осленка, на ослицу и поехал в Иерусалим, когда ему торжествовали, ликовали, поселали одежды. Но это было недолго. Но его триумф, как царя царей и Господа Господствующий, произошел именно на Голгофском кресте. И там он сам сказал, что тут совершилось. Совершилось спасение всех людей. Сегодня доступ к Богу имеет каждая душа. Сегодня и споры богословские. Не вникайте в эти споры, они не нужны. Нужно больше поклонения и прославления Богу. Почему? Потому что Иисус Христос пришел для всех. Для каждого человека, живущего на земле. И каждая душа имеет право подойти к Иисусу Христу, попросить у Него прощения и быть уверенной в том, что если я попросил прощения, что Он меня простит, потому что Он умер за мои грехи. И каждый из нас сделал это. Может, кто-то еще и не сделал, то у вас есть возможность сегодня обратиться к Иисусу Христу. Потому что Его кровь лилась из-за вашей грехи и для искупления вашей души и наследования вечной жизни. Что же говорили голоса? Вот этот голос сотника. Какой первый голос, как я сказал, говорил из Ветхого Завета? Из Ветхого Завета говорили пророки. Пророк Исаия говорил об Иисусе Христе. Я думаю, что пророк Исаия много чего и не понимал, когда говорил. Когда-то еще Моисей записал в книге Бытие, что от тебя произойдет тот, кто спасет человечество. Еще Еве было сказано. Пророк Исаия, когда говорил, все дева во чреве родит, в этом видео он понимал, что произойдет. И многие читали и думали, что же там будет происходить? Как это возможно быть? И когда Мария встретилась с ангелами, и ангел сказал ей, что Мария, ты зачнешь и родишь сына, она говорит, а как это вообще может быть? И она не понимает. Мы много чего в жизни нашей с вами действительно не понимаем. Потому что мы хотим понять, что Бог может делать. Бог от нас много чего сокрыл. И когда евангелист Марк начинает свое Евангелие, то он говорит, начало Евангелия Иисуса Христа. И оно было возвращено в пророках. А сейчас оно начало действовать. Потому что пришел царь царей. И он будет господствовать. И вторая часть первой главы начинается с того, что если были пророчества из прошлого, то из настоящего. Из настоящего в то время высказался об Иисусе Христе это Иоанн Крестите. И он сказал, что я не Мессия. Мессия идет за мною. Я даже не достойно развязать ремень обуви его. Он придет. Он будет воскрестить Духом Святым. Он возьмет на себя грех мира. И это было второе свидетельство. Третье свидетельство было из неба. Когда все удивлялись и Христос принял крещение, то сам Отец проговорил и говорит, это есть Мой Сын Возлюбленный, в Котором Моя благая воля. И четвертое свидетельство было самого Иисуса Христа. И Иисус Христос сказал, что я пришел спасти всех грешников. И Он сказал всем, покайтесь и веруйте в Евангелие. И сегодня эта Евангелие звучит для каждого из нас. И свидетельства, которые были когда-то сказаны людьми, Богом, пророками до рождения Иисуса Христа и этим сотникам, но еще и одним таким, то, что может нам и не нравится, но еще очень такое свидетельство было сказано, знаете, кем, братья и сестры? Бесами. Даже бесы признали и признавали, что Он и есть Мессия, что Он и есть Спаситель. И они Ему говорили, ты пришел раньше времени, ты пришел нас мучить. И Христос просто запрещал им об этом даже свидетельство. Но вот этот сотник, шестой из тех всех людей, кто говорил, и Отца Небесного, Он свидетельствует, что Он есть кто? Сын Божий. Через победу Иисуса Христа, как Царя Царей, как Господа Господствующий, произошло спасение всего человечества. Интересно, что вот этот триумф произошел именно там. И Христос, говорит, совершилось. Завеса в храме разодралась надвое. То есть, стал свободный доступ к Богу. За завесу никто никогда не мог ходить, кроме первосвященников. Теперь стал свободный доступ к Богу Отцу. И обращение к Нему. И Иисус Христос в действительности дал эту возможность каждому человеку, без разницы, где он находится, в каком он состоянии, в церкви, в дома, иметь близкое отношение с Отцом Небесным. Величайшим творением было самое начало, когда книга Бытие нам с вами открывает и говорит, вначале сотворил Бог небо и землю. И все тогда творилось Словом Бога. Но что интересно, еще величайшим было наше с вами искупление. Там было творение Словом. Просто сказал Словом и стало так. Но что интересно, наше с вами искупление Словом не произошло, а произошло жертвою, смертью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И это было величайшим делом, которое совершил Бог в этом мире. И хотелось бы, чтобы мы, братья и сестры, придя сегодня и думая о вечере Господней и воспоминаниях о Его страданиях, чтобы наши сердца были свободны. Свободны от греха. Я не знаю каждого из вас, и вы меня не знаете. Но каждый из нас, когда-то давая обещание Богу служить Ему доброй совести, должен понимать, что Иисус является царем моей жизни. И я простой Его раб. Раб не имеет своей воли. Мы сегодня все хотим быть свободными. Хотим быть независимыми. Апостолы четко знали, кто они на самом деле. Они понимали, что они рабы чьи? Иисуса Христа. Рабы не имеют своей воли. Рабы всегда подчиняются Богу. И если тогда я понял, или я понимаю, что я раб, и я дитя Божье, то я должен полностью подчинить свою волю Ему. Жить для Него. Жить ради Него. Жить прославлением и поклонением только Ему одному. И тогда, когда Он дал нам с вами эту заповедь, чтобы мы пришли и участвовали в этой вечере, то это не просто какое-то, знаете, обрядовое повеление. Нет. Это заповедь иметь с Ним общение и благодарить Его за ту жертву, которую Он сделал там на Голгофском кресте. Поэтому каждый из вас, как дитя Божье, сегодня имеет право протянуть руку к чаше и протянуть руку к хлебу и возблагодарить Иисуса и верить в то, что Его кровь лилась вам эти в ваших грехов. Пусть Господь благословит ваши сердца. Пусть Господь благословит вас сегодня участвовать в вечере не в осуждение, но во славу Его. Поэтому мы четко понимаем, что триумф царя царей произошел на Голгофском кресте. Это цари въезжают, их восхваляют. Здесь царь царей, Господь Господствующий, пошел на Голгофу и сотник ситалийского полка засвидетельствовал и сказал, этот человек есть Сын Божий, Спаситель всего мира. Аминь. Давайте мы помолимся. Мы все вместе будем петь вставшие «Приходи почаще на Голгофу». В это время будем готовиться к участию в вечере Господней. «Приходи почаще на Голгофу» «Приходи почаще на Голгофу». «Буч немного» в конце?lagг» Субтитры подогнали Симон. 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 Видеть то, что люди в этом мире не видят. Бог дает нам способность видеть вечное. Мы видим это, когда читаем Его Слово. Мы видим это, когда мы молимся Господу. Мы особо это видим, когда мы участвуем в вечере Господней. Господь открывает нам самого Себя. И мы видим Господа нашего Иисуса Христа. И когда мы берем в руки хлеб, когда мы участвуем в чаше с вином, мы видим то особое откровение, которое Бог дарует нам. Мы не верим и не считаем, что хлеб превращается в тело. Мы не верим и не считаем, что вино превращается в кровь. Но участвуя в этом хлебе и участвуя в вине, Бог дает нам способность духовными глазами видеть Господа нашего, видеть Его смерть и видеть Его страдания. И в этом тексте сказано, мы видим Христа, который увенчан славою и честью. Мы видим Его воскресшего. Мы видим Его вознесенного. Мы видим Его как Господа господствующих. Но участвуя в заповеди, мы видим, что Он вкусил благодать за всех. Когда мы думаем о слове благодать, это что-то доброе. Это то, что Бог дарует нам. Это мы видим в том, что Бог любит нас. Он прощает нас. Он делает нас своими детьми. Он дает нам благословение. Он посылает нам незаслуженный дар. В этом благодать Божия, но в этом тексте сказано, но за эту благодать Господь претерпел смерть. Он вкусил смерть за всех. И поэтому дай Господь сегодня, когда мы будем участвовать в этой вечере, мы увидели то, что Господь открывает нам. Чтобы наши духовные глаза видели Господа нашего, который пролил кровь за всех нас. Мы читаем установление вечери Господня в первом послании к Коринфянам. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и возблагодарив, преломил и сказал, примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Так же и чашу после вечери. И сказал, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней, да испытывает же себя человек. И таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто если пьет недостойно, тот если пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». По примеру Господа нашего мы совершим молитву над хлебом. Господь наш, мы с благодарностью приходим к Тебе за благодать Твою, явленную в Господе нашем Иисусе Христе, Который вкусил смерть за всех. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что наши грехи были пригвождены к телу, были пригвождены к Христу Голгоф и телом Спасителя нашего. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты умер и пролил кровь Свою. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в этом было спасение наше. И теперь мы, дети Твои, церковь Твоя, мы можем участвовать в заповеди, установленной Тобою. Мы можем принимать этот хлеб и участвовать в чаше с вином. И через это, Господи, иметь особое приобщение тела и крови Твоей. Благослови нас, Господи, видеть это, понимать это, осознавать и прославлять Тебя. Благослови этот хлеб, дай нам вкусить его, разделяя друг с другом. Помоги, Господи, чтобы, принимая этот хлеб, наши сердца наполнялись благодарностью, когда мы рассуждаем о теле Твоем ломимом. Да будет Тебе, Господу нашему, и в этой заповеди, исполненной церковью Твоею, честь и слава по Слову Твоему. Аминь. 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 Иисус Христос, Сын Божий, был распят. Был распят. Был распят. Иисус на Тебе встретил. Был распят. Был распят. И не оценил любви. Был распят. Был распят. Был распят. Был распят. Был распят. Был распят. Иисус Христос, Сын Божий, был распят. Субтитры создавал DimaTorzok Добровольно станет жертвой Продокамца мира жить Был распят Иисус на треведь смерти Был распят и не оценил любви Был распят, хронит мать от боли сердца Иисус Христос, Сын Божий, был распят Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Выроспят И взяв чашу, благодарил, подал ее ученикам своим и сказал, «Пейте из нее все, ибо сия есть кровь моя, нового завета, за многих изливаемая во оставлении грехов. Посему сказываю вам, что не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». Братья и сестры, дай нам Господь, чтобы у нас была жизнь, чтобы у нас было стремление быть в Царстве Отца нашего Небесного и участвовать в вечере Господней с Ним, с Господом нашим Иисусом Христом. Помолимся на чаши. Господи, сердечно благодарим Тебя за этот час, за это общение. Сердечно Тебя благодарим за Твоё страдание и за Твою пролитую кровь. Господи, и вот вино перед нами. Мы молимся, Господь, чтобы, когда мы будем принимать наши взоры, были на Тебя страдальцы, чтобы мы видели кровь Твою, которая была пролита за каждого из нас в омовении грехов наших, в очищении оправдания наше. Господи, благодарим Тебя, что Ты совершил эту великую жертву, что Ты согласился омыть каждого из нас, каждого человека, кто верою принимает Твой подвиг. Мы прославляем Тебя, Господь, в этом собрании. Мы превозносим Твое святое имя. Мы сердечно благодарим Тебя и просим благословить каждого из нас участвовать достойно, принимая, Господь, это вино, еще раз и еще раз посмотреть на Голгофу, на страдания и прославить Тебя за пролитую кровь, которая делает нас снега белее. Слава Тебе, Спасители Бог наш! Просим, благослови нас в имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Мы все хорошо знаем эту притчу. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Симон.